В стенах гимназии имени Максима Горького прошел вечер литературы, посвященный творчеству писателей и поэтов Дагестана. На протяжении всего мероприятия участники рассказывали известные произведения и сочинения поэтов, интересные факты из биографии. Республику в свое время на весь мир прославили такие известные личности, как Расул Гамзатов, Азуалиева, Руслан Юсупов и многие другие. Тебе служить – вот высшая награда. И если от меня хоть что-то надо, по первому же знаку я пойму. Ведь все, что с детства ты дарила мне, в крутой дороге я не растеряла, а собирала с самого начала и берегла души на самом дне. И в песенные мой голос превращала, его очистив, как металл во мне. Их одолеет ночью прыть, велят крестьяна будить, за бочкой пиво снарядить, султанами, царями стали. Много известных произведений на разные жанры и тематику получили признание не только в родном Дагестане, но и во всем мире. Повести, стихи и рассказы писателей страны гор были переведены на многие языки. Удостоились многих наград. Каждый из публицистов и прозаиков в своих литературных творениях повествовали о любви к своей родине, о дружбе и верности и о главных ценностях семьи. Прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось сгоревать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся вокал, чтобы друг другу мы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Большое количество литературных произведений были посвящены теме Великой Отечественной войны, о героизме и стойкости земляков на полях сражений. Юные участники также рассказывали много интересных фактов из жизни писателей. Магомед Абасович Абасов, известен также, как Абасиль Магомед, родился 25 декабря 1932 года в селении Слайдух Хунзахского района. Советский и российский аварский поэт, народный поэт Дагестана являлся автором нескольких сборников стихов для детей, лесные сказки, лесные мелодии. Абхай Аджаматов, известный поэт, радзаик, драматург и переводчик. В 1929 году окончил первый бульнарский педагогический техникум. Учился на высших литературных курсах при литературном институте имени Максима Горького в Москве. В течение многих лет работал консультантом правления Союза писателей Дагестана. Руководил секцией Кумыгских писателей. Член Союза писателей СССР с 1934 года. Первые публикации от Кая появились в 1927 году на странице Кумыгской областной газеты «Елдаш». Как отметили организаторы, основная цель мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Чтению художественной литературы молодежь уделяет очень мало внимания. Задача педагогического коллектива – привить любовь к родной классике и тем самым расширить кругозор юного читателя. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».